Поблагодарить устроителей, организаторов этого фестиваля. Сколько лет сюда езжу, и все равно душа здесь. Пропустить это очень сложно, тяжело. Вы знаете, была история. Месяц назад мы ездили, выступали в прифронтовом госпитале. И когда проходили по госпиталю, рядом с постом дежурной медсестры, был небольшой иконостас, несколько образов, и под ним горели свечи. Мы еще спросили, а у вас всегда горят? Она говорит, у нас такое правило, если к нам привозят тяжелого бойца, пока мы его не переправим в Севастополь, у нас свечи не гаснут. Приехали оттуда, на следующий день захожу в интернет, и первое, что мне попалось, вот эта песня. Владимир Мурза, стихи Ольга Гражданства. Мне вчера приснилось, что в палате с полночи, до самого утра, стоя на коленях у кровати, о бойце молилась медсестра, о чужом молилась, как о братьях, как о муже, сыне и отце. Женщина молилась о солдатях, как врачи сказали, не жильцы. Том, кто до последнего сражался, прикрывая взвод своим огнем, том, кто до последнего держался, но поймал осколок нынче днем. И не сразу вытащить сумели. Много крови потерял солдат. Пять часов врачи над ним горбели. Но прогнозы так себе раскладывают. А она в нем что-то углядела, будто сам ангел сам не дал уйти. И молитва в небо полетела. Господи, сумей его спасти! Веря в чудо истово, упрямо, ночь она молила небеса. И под утром на рассвете прямо он очнулся и открыл глаза. Белый, после ряда операций, он дышал, не ведая того, что тогда из всех реанимаций Бог узрел, как раз таки его. Рассмотрел не то, как шел он в битву, и не то, как пился до конца. Бог услышал женскую молитву за совсем чужого ей войска. Есть у слов простых большая сила сохранить судьбе наперегор. Боже, все, роди, спасибо, по миру. Воинов, врачей и медсестер. Господи, не дай нам усомниться. Многое поставлено на ком. В небо отче наш летит зиницей и пылают свечи буряком. В небо отче наш летит зиницей и ловит свечи буряком. Спасибо. Леша, спасибо.